Поддержка программы «Особое мнение» ООО «Региональная сеть». Особое мнение на 101FM В Кирове 13.07, это программа «Особое мнение», Яна Лапшина. Говорю, здравствуйте слушателям и приветствую гостя нашей студии. Это Азия Сагаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» и заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей. Азиз Алич, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Напоминаю слушателям нашим, что вы тоже можете участвовать в беседе через форму анонсов на нашем сайте eho.kirova.ru. Пожалуйста, вопросы задавайте. Один есть, я его задам, когда придет время. Ну а мы пока с Азизом Алиевичем обсудим масочно-перчаточный режим, который в обязательном порядке введен в Кирове. Но после вчерашнего эфира мы, честно говоря, так и не поняли, а почему в постановлении правительства содержится формулировка «Гражданам в обязательном порядке соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах общего пользования, общественном транспорте и прочем». Вы много народу видите в масках на улицах в общественных местах? Не кажется ли вам, Азиз Алиевич, что вот эта история с тем, что начали потихонечку открываться магазины, какие-то там общественные пространства, разрешили людям гулять, как ни странно, мы не знали, что это было запрещено, это как раз работало в минус. Ну, видимо, Лукашенко сказал, что люди должны быть на свежем воздухе, тогда они меньше будут палеть. А мы на Лукашенко ориентируемся. Ну, а на кого же еще? Сильная личность, все делает последовательно, логично, в отличие от России. Ну, видимо... Но у нас-то введен масочный режим, который никто почему-то не соблюдает. Значит, есть такое правило, если государство чего-то вводит, то оно обязано обеспечить ввод. И не полицейскими силами, да, не мобилизовать там полицейские силы, принуждение, так сказать, а создать для этого условия. Значит, если вводишь масочный режим, перчаточный, выдай каждому, значит, 30 масок на месяц и 30 пар перчаток. И все, никаких проблем. И вот если ты выдал, а люди не ходят, ну, тогда ты вправе их штрафовать, все же условия созданы. Но у нас штрафов-то не сказать, что много. Ну, я к тому, что... Может, с этим и связано? А если бы были штрафы, вы что думаете, что люди бы носили, они наверняка бы, скорее всего, вышли на протесты. Нет, я думаю, что штрафов нет. У тех, у кого и так зарплаты нет, их еще и заставлять покупать, значит, по безумной цене сегодня эти маски и перчатки, значит, которые вдруг ни с того, ни с сего... Стали дороже. Стали дороже. То есть чего бы это? Что изменилось? Ничего не изменилось. Я-то думала, что не штрафуют как раз, потому что в ответ предъявят люди претензии. Вы не обеспечили нас средствами защиты. Какое право иметь штрафовать? Да и потом, наверное, здравый смысл как бы... все еще у тех, кто не пишет такие постановления, присутствует. А вы сами используете средства индивидуальной защиты органов дыхания, как это теперь называют? Я не использую, потому что я лично их считаю бесполезными, а через некоторое время ношения они становятся вредными. Опасными? Да, потому что если ты там... Ну, во-первых, когда я ношу, одеваю эту маску, у меня потеют очки, я перестаю видеть дорогу, не знаю, что страшнее. Когда я дорогу перехожу в спотевших очках или, значит, когда я не ношу маску. А во-вторых, после того, как маска становится сырой, я не понимаю смысла ношения этой маски. Но она есть. Но я тогда, что значит, я должен по 3-4 маски в день менять? Ну, что за... По 40-30-40 рублей маска, 120-160 рублей в день на маске. Я не считаю, что маска защита. Меня не убедили пока те телевизионные доктора, что ношение маски спасает от этого вируса. Поэтому вы пока от этого отказались? Да, но есть масса других докторов, которые в сетях как раз говорят о том, что другие способы защиты существуют, надо их использовать. Какие? Ну, я не доктор, я не беру на себя как бы смелость... Ну, а те доктора что рекомендуют? Руки мыть чаще? Руки мыть, как обычно, не чаще. То есть, как нормальному человеку положено. Ты пришел домой, помой руки, вышел, так сказать, значит, что-то сделал, помой руки. Значит, укрепляй иммунитет. До тех пор, пока нет лекарства и защиты от этого вируса, тебя может спасти только твой организм. Значит, надо этим заниматься. А потом, смотрите, есть бабушкины, дедовские способы. Если говорят некоторые доктора, я еще раз говорю, я не вправе комментировать с точки зрения здоровья, потому что я не врач. Я для себя могу принимать решения, для других нет. Если говорят, что вирус погибает при 60 градусах, ну, значит, дышите над паром каждый день. Если что-то осело на слизистые, убьется? Не только на слизистые, но те, кто рекомендует это, говорят, что этот пар проникает глубже. Ну, то есть, ведите нормальный образ жизни, наслаждайтесь жизнью, ходите в парилку, в баню, тоже помогает. Тем более, что изолируйтесь на участке вместе с семьей и ходите в баню каждый вечер. Ну, и, собственно говоря, так как все равно все это рано или поздно заболеют, а как верующий человек я считаю, что если мне положено утонуть, я не умру от коронавируса, и мой срок уже заранее определен, то я совершенно спокойно отношусь к таким явлениям. Если есть люди с верой в душе, то они тоже спокойно относятся. Так что, у кого крепка вера, тот не боится коронавируса. Понятно. Азиз Агаев, наше студию мы продолжаем. Еще такой вопрос, тоже связанный с масками отчасти. Скажите, пожалуйста, вот начали потихонечку снимать ограничения, да? Да. Мы пока не знаем, чем это обернется. Пока нет роста заболеваемости. Там вчера 18, по-моему, новых выявленных. В Кировской области сегодня 21. Или вчера 21, сегодня на утро, там цифра, да, появилась. Все-таки, если будет открываться все больше и больше мест, куда кировчане заходят там ни по одному, ни по два человека. Вирус будет иметь возможность... Распространяться. ...быстро передаваться. Вот в этом случае, если, например, нас поставят перед выбором. Все закрыто, но мы не носим маски. Но либо там что-то открывается, и что-то потихонечку работает, но мы все-таки становимся сознательными, защищаем себя всеми возможными способами и носим маски. Сознательность — это не ношение маски. Сознательность — это прежде всего соблюдение дистанции. То есть, ну, если... Ношение маски, как вот с моей точки зрения, опять говорю, с моей точки зрения, повторяю, чтобы потом никто ничего, так сказать, не возложил на эхо Москвы в Кирове, там, какую-то ответственность, так сказать. С моей точки зрения, маска тут ни при чем. Ты соблюдай дистанцию, при которой вирус не передается максимально. А если плохо себя чувствуешь, сиди дома. А если плохо себя чувствуешь, ну, сиди дома, лечись бабушкиными способами, потому что врачи еще лекарства не придумали, ну, фармацевты, как бы, от этого вируса. Значит, иммунитет борется, и те способы, которым всю жизнь, так сказать, люди лечились при таких заболеваниях. Ну, либо вызывай врача, если веришь... Ну, если уже совсем, как бы, тебе, ну, как говорят, совсем плохо вызывает, так сказать, доктора, если ты веришь, что эта медицина, не имея лекарства, будет тебя лечить. То есть в самом тяжелом случае, да, они будут помогать, да. На самом деле в этой ситуации врачей жалко немножко. Почему? Ну, как... Потому что они не знают, как с этим бороться. Приходит больной пациент, да, и врачи не знают, как с этим бороться. Всю жизнь учился, теперь не знаешь, что делать, да? Не знаешь, что делать в той или иной ситуации. Вот мне не то, что... Я смеюсь не потому, что это, как бы, смех сквозь слезы, так сказать, да. И в этой ситуации на них возлагают такую ответственность. Да вы такие, такие герои, вы должны, вы спасаете, там, и так далее. Ну, как они спасают? Ну, вот совсем тяжело, значит, искусственная вентиляция легких. А дальше-то что? То есть других-то нету средств, как бы. Соответственно, люди должны, наконец-то, подумать о своем здоровье, вести правильный образ жизни. Оказаться от вредных привычек. И в этой случае самоизоляция, особенно для старших, сидеть дома, ухудшает их иммунные статусы. Это не благо, да? Это не благо. Ну, можно не сидеть дома, но каким-то образом соблюдать социальную дистанцию. Ну, вот надо близким, родным думать о том, как сделать так, чтобы старшее поколение дома не сидело. А наоборот, они должны гулять, ходить, как бы. Ну, не говорю, что там, встречаться там, да, ну, не беру на себя такую ответственность. Хотя сам себе сказал, что надо встречаться. Потому что, понимаете, вот теория Загорова, теория Загорова. Когда начинаешь слушать там в переводах или там еще каким-то образом высказывания лидеров там западных стран, которые начинают говорить там о новой реальности, она, оказывается, заключается в том, что у нас больше не должно быть близких контактов с близкими. Ну, мне как-то становится не по себе. Извини меня, для чего Бог нам тогда... Ну, зачем тогда нас Бог создал вместе всех? Ну, помните в нашей передаче, да, когда наши... Ну, да. Отцы говорят, я создал вас мужчинами и женщинами, там, и так далее, и так далее. Там, людьми разных национальностей, разных религий, разных языков. И зачем мы тогда нужны в этом мире? Ну, это же тут как бы другие вопросы. Ну, потом уже скайп придумали. Тоже, наверное, не просто так. Ну, скайп и все остальное для меня это, так сказать, немножко не то. Просто дополнительные вспомогательные какие-то вещи. Понятно. Ну, это мы так в порядке о большеразминке говорили, да, сейчас о серьезном все-таки. Начал открываться, ну, пока вот такой сегмент непродовольственной розницы, да. Сфера услуг по-прежнему еще под запретом, общественные какие-то мероприятия под запретом. Обещают нам три таких, как бы, три волны открытий всего, если эпидемиологическая обстановка будет сохраняться в пределах нормы. Вы расцениваете как позитивные вещи то, что открылись вот эти вот небольшие магазины с отдельными входами 400 метров? Это как в анекдоте про римского раба, да, то есть на него, значит, кладут четыре камни, когда он совсем не может, так сказать. Один снимает. Один снимает, и он должен оценить это позитивно. Нет, я с этой точки зрения не оцениваю позитивно. Я негативно оцениваю вообще закрытие вот таких сфер, где люди по факту не соприкасаются, ну, вот, близко там, да, когда вирус может передаваться. То есть, когда закрыли эти непродовольственные магазины, у меня было возмущение, потому что первое, что мне пришло в голову, почему сразу не сказать людям, что поставьте столы у входа, не закрывайтесь. Или составьте там очередность какую-то. Когда было две тысячи зараженных, значит, мы самые резко, как бы, закрыли построже. Когда стало 220 тысяч, значит, больных, мы начали послабление делать. Объясните мне логику. Ну, я вижу только одну. Возможно, не была готова медицина полностью, да, к приему большого количества больных. А теперь, когда 220, медицина готова, она до сих пор не готова. Коэффициенты во многих областях, которые они установили, значит, неподходящие. Может, просто, ну, не знаю, может, врачи поняли, как с этим справляться, какой процент людей действительно требует серьезного. Поняли, только нам не сообщают. Это коммерческая тайна потом будут продавать в заграничном государстве. Что, нет? Не знаю. Почему коммерческая тайна? А почему тогда поняли? Вы-то слышали, что они поняли? Нет, я не слышала. Вы только предполагаете? Для меня тоже, для меня, конечно, я предполагаю. Для меня тоже большой вопрос, зачем закрывать в тот момент, когда немного заболевших, а открывать в тот момент, когда... С этой точки зрения, я хочу, что... Я понимаю, что сейчас кто-то вздохнет, как бы немножко вздохнули. Ну, реально предприниматели некие вздохнули. Чуть полегче, потому что, ну, представьте себе, то есть, обязательства остались, никуда не делись. А, значит, платить нищего, доходов нет. И что в этой ситуации делают? А кто запрещает? Государство запрещает. Понимаете, вот модель поведения государства, когда, со своей точки зрения, оно похоже на поведение отца тирана. Я сказал, будет так? Я сказал, будет так? Ну, понятно, что я же отец, ты ребенок, ты должен меня слушать, да? Но отец-то, помимо всего прочего, он не просто говорит, он почему говорит, как правило-то, да? Ну, за исключением, там, неправильно ведущих себя отцов. Он говорит, я тебя кормлю, пою, одеваю, обываю, там, создаю тебе все условия. Поэтому, даже если ты сейчас не понимаешь, дурак эдакий, значит, должно быть так. Но у нас-то, как бы, не кормит, не поет, не одевает, не обувает. И говорит, будет так. Поведение-то должно быть, но либо так не может быть половинчато, либо должно быть поведение взрослой со взрослым, либо, если уж взрослый с ребенком, то тогда оно должно быть, ну, как полноценным. То есть взрослый на себя берет полную ответственность. Да. То есть, или я говорю, граждане, я вас предупреждаю, ситуация вот такая. Значит, обстановка такая. Значит, коечный фонд у меня недостаточный, потому что я угробил за 20 лет своего правления, значит, коечный фонд страны, значит, оптимизировал там и так далее, и так далее, да? По многим направлениям, кстати, мы можем вспомнить, почему лесные пожары все время и все время, потому что угробили систему лесного пожаротушения. Значит, потому что ненужное это вдруг стало. То же самое. То есть, и, значит, я вот угробил, поэтому я не могу вас выручить. Значит, в случае, если пойдет по крутому сценарию, там, умерших будет столько-то, потому что там 2% умирают, значит, зараженных. Вот. Ну, вот кто попадет в эти 2%, я не отвечаю. Поэтому, значит, ну, я знаю, что специалисты говорят, что меры предосторожности вот такие. Ведите себя по-взрослому. Ну, видим примеры-то, да? Угу. Или, говорю, так сказать, не по-взрослому, вывожу, значит, войска на улице, чрезвычайная ситуация, все закрываю, но вы мои дети, я вас одеваю, обуваю, кормлю, пою. Вот вам денег. Вот вам денег. Значит, не дергайтесь. Вот здесь, хотите, кушайте, хотите, пляшите, но дома. Вот. Вообще забудьте о том, что у вас была работа. Вообще забудьте на некоторое время, да. Но ведь многие этим, кстати, в этой ситуации еще и этим пользуются. Сказал президент не ходить на работу, вот мы и не ходим. А то, что президент не отменил массу там вопросов, которые связаны с этой работой, там чисто по отчетности даже, например, там, вот я как директор аудиторской конституционной компании, могу вам сказать, что, да, работу как бы выходной, но сроки отчетности, извините. Извольте соблюдать. Извольте там соблюдать, там, сроки опубликования, там, тех, кто обязан опубликовать отчетность. Ничего не изменилось. И, мало того, эту отчетность еще и требует, напоминает постоянно, да? А если ты, еще не просто требует, а если ты все сделал не вовремя, то штрафные санкции, пожалуйста, идите сюда. Ой, как интересно. Вроде отпуск. Ну, понимаете? Вспоминается мемы из социальных сетей, да? Если бы сказал, что вот я объявляю два месяца выходных, значит, все сроки во всех законодательных актах отодвигаются на два месяца, ну, все тогда. То есть, я понимаю, что если мне надо было, там, 30 апреля чего-то сдать, или, там, 28 или 31 марта, там, то, значит, на два месяца это все переносится. Поэтому это... Мне, конечно, хочется, что это хорошо и позитивно сказать. Но если я это скажу, то я уподоблюсь римскому рабу. Я хочу сказать, что мне просто вернули мое право. Они у меня его отобрали, незаконно отобрали, несправедливо. Потом вернули. Вот так я скажу. То есть, они отобрали у людей право, значит, работать, а потом это право вернули. Причем, как отобрали волюнтаристки, ну, в условиях беззакония, так и вернули в условиях беззакония. Вот и все. Поэтому, да, они работают, теперь у них деньги есть у некоторых, но есть масса других, у которых не открыли. Да, вот вопрос. И причина этому нет. Например, массажный салон, мне объясните мне, пожалуйста, массажист один, и я у него на массаже. Чем это отличается от общественного транспорта? Какая вероятность заражения в массажном салоне, в отличие от вероятности заражения в продуктовом магазине, которое не закрывалось? Ну, давайте, скажите, я захожу в продуктовом магазине, там 20 человек. Ну, диалетически в продуктовом магазине, конечно, шансы подхватить что-то выше, да. Вот 20 раз больше. А тут массажист, он знает, больной он или не больной, он одел перчатки, одел маску, как вы там, значит, говорите, условно говоря, я пришел, руки протер, там. И что? Или там, какой смысл закрывать там, условно говоря, там, ну, сауну, например? Когда некоторые другие доктора говорят, что, извините меня, в 60 градусах вирус умирает, я в сауну захожу, там, 100 градусов. И вирус умер. И вирус помер. Парикмахерская. Вот с парикмахерскими, кстати, вообще отдельный вопрос. Потому что Кировская область в этом смысле, ну, не знаю, рекордсмен, что ли, да. Очень многие регионы открыли уже. У Кировского Роспотребнадзора какие-то есть личные претензии к кировским парикмахерам, к салонам красоты. Кого-то постригли не так. Либо постригли не так, либо ногти не так сделали, либо педикюрили. Потому что те объяснения, которые дает руководитель Роспотреблоусова, Да, Елизавета Аркадьевна, да. Что, а мне кажется, во время там, вот как рассказывают те, кто ходит, ну, со слов как бы передают. На заседание оперштаба. На заседание оперштаба. Что, ну, вот я считаю, что будет, что это опасно. Почему? А что значит, вот именно, надо запретить государственным чиновникам говорить просто, я считаю, у тебя должны быть обоснования. Но с другой стороны, человек, который так говорит. Ты можешь по-человечески поделиться своими опасениями. По-человечески. Ну, поделился, но, извини, ты же специалист, под твоими опасениями должны быть основания. Ну, какие основания от того, что я пришел к парикмахеру, к мужскому, к женскому, неважно, опять один на один мы сидим. Ну, я сижу парикмахер. А он стоит. Ну, понятно, дышит на меня. Понятно, в маске дышит. Понятно, работает в перчатках. Да парикмахеры, по-моему, все время работали в перчатках. Все время работали в перчатках. И какова вероятность моего заражения, как бы, опять у этого парикмахера или моего заражения, когда я пришел, значит, снимать деньги в банкомате, в Сбербанка, например. Какова вероятность? Пусть там пять человек. Пришел в аптеку. Или пришел в аптеку покупать. Там три человека. Ну, я беру. — И маленькая комнатка. — И маленькая комнатка. Кова вероятность? Понятно, что вероятность там, где открыто и работает больше, чем у парикмахера. — Объяснения вы видите какие-то, кроме того, что постригли кого-то не так? — Вот только такое объяснение. Ну, то есть, оно ведет к чему? Оно ведет к тому, что некомпетентность управленцев, принимающих решения, и неспособность взять на себя ответственность. То есть, если бы я был, например, принимающим решения лицом, и мне бы какой-то специалист в оперштабе сказал, что я считаю, что это опасно, и не привел бы никаких аргументов, то я бы принял решение. Ну, не одно, два. Первое — я бы разрешил этой сфере работать, и второе решение — исключил бы этого человека из штаба. Какая польза от этого человека в штабе? И потом, с дальнейшим представлением об освобождении этого человека от должности, как неспособного обеспечивать обоснованное... — Мне кажется, это не на региональном уровне решается. — Да, почему? Если губернатор подаст свое как бы соображение по поводу работы местного органа... представителя федерального органа исполнительного власти на местном уровне, на региональном уровне, его мнению должны будут прислушиваться. Тем более такой губернатор, которого ведь сам Путин рекомендовал жителям области. — Ну, это не единичный в России случай. Вы же знаете. — Да, Азиз Алиевич, смотрите, вот парикмахерская история, она вообще особняком немножко стоит, потому что вот представители сферы бизнес-индустрии — это, пожалуй, ну, наверное, единственная, да, сфера, которая ярко о себе заявила публично, выходя в одиночные пикеты. — Хорошо. — Почему остальные не выходят? — Ну, часть оболванена, часть боится, потому что вы думаете, что представители сферы индустрии красоты не боятся? Они боятся, потому что в общении с ними они говорят, ну, конечно, ну, если мы еще как бы вот будем давить, мы очень боимся, что потом Белоусова нам жить не даст. — В смысле, Роспотребна... — Будет ходить и проверять и находить, да. — Проверки. — А уж обеспечить, можно проверять ведь в неочередном порядке, значит, когда есть заявления там некоторых граждан там и так далее. Эти заявления обеспечиваются достаточно легко, что тут там чего-то не в порядке, там чего-то не в порядке. — Слушай, мне кажется, в эпоху коронавируса у Роспотребнадзора полно других дел. — Ну, эпоха коронавируса же кончается. Они-то как раз говорят, что мы вот в эпоху коронавируса-то повоюем, а потом можем оказаться в ситуации, когда нас будут гнобить. — То есть поэтому люди не выходят? — Конечно. — Опасаются каких-то возможных... — Они опасаются этого, многие опасаются этого. — Не знаю, мне кажется, что если бы выходил... — А потом, как я вот, я же вам тоже говорю, я, смотрите, вот читаю мнение такого-то врача у меня спрашивает, и что он там говорит. Я вам говорю, извините, я для себя. Я не могу за других это решение принимать. Понимаете? Вот. Есть такие такого рода опасения, но опасения того, что начнутся гонения, у них у всех есть. У всех. И при этом они знают, что никто их не защитит. Ни одна общественная организация, ни один амбутсмен, амбутсмен, который полностью зависит от губернатора, который по факту является назначенцем там, так сказать, этого губернатора. Мы помним, как фактически вне конкурса, так сказать, его избирали. — Это мы про Владислава Попова сейчас говорим, да? — Да, конечно. Я к нему как к человеку нормально отношусь. Я... Ну, Аня, вы знаете, что... — Но руки связаны у него. — Я всегда говорю, что как к людям, я к людям отношусь хорошо. А вот как к представителям, депутатам, членам правительства, у меня есть масса претензий, потому что вот эта вот некомпетентность, немотивированность, неспособность, она просто достает. — Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу, через полторы минуты вернемся, еще несколько тем у нас впереди, про Великаретский крестный ход поговорим. — Особое мнение на 101FM — Это особое мнение Азизы Агаева. Мы продолжаем его слушать. Все-таки, так или иначе, те темы, которые мы сегодня обсуждаем, они связаны с коронавирусом. — Аня, я хочу сказать, что все бизнесы надо, все бизнесы, в которых люди рядом друг с другом не сильно теснятся, надо открывать. — И надо было это сделать вот сейчас. — И не надо было их закрывать. То есть закрытие их исходило из некомпетентности нашего правительства. — Но фарш-то невозможно провернуть назад, их уже закрыли. Вот сейчас их надо... — Их надо все открывать и немедленно открывать. Вот завтра, сегодня принимать постановление, что с завтрашнего дня они работают. — О каких мы бизнесах говорим? — Ну, мы в бане, сауны, салоны красоты, парикмахерские, там, то есть, вот там, где мы явно... — Спортивные залы, бассейны. — Спортивные залы. — Кинотеатры. — Кинотеатры. — И тут уже, смотрите, уже как бы все, уже стремно. Вот. Значит, бассейны, пожалуйста, через дорожку. Значит, ну, пусть пускают, потому что это для здоровья, для демутета. Это как раз против этого самого несчастного вируса. — С завтрашнего дня. Не знаю, я, честно говоря, не оптимист в этом вопросе. Мне почему-то кажется, что долго, долго еще протянутся. — Все равно все этим вирусом переболеют. Как гриппом все переболивали, и этим вирусом все переболеют. — Ну, вероятно, примерно из этих соображений, да, там, этим соображением руководствуются, в том числе, те люди, которые выступают против отмены Великорецкого крестного хода. Вы видели, наверное, да, на этой неделе было совещание. Роспотребнадзор выступил против, потому что возможности обеспечить социальное дистанцирование во время крестного хода нет. Мы понимаем, что это мероприятие, которое собирает и кировчан, там, да, десятки, десятки тысяч и приезжих людей. Вот. На чем остановились? Остановились на том, что икона впереди крестного хода не пойдет. Ее будут, видимо, ну, перевозить отдельно от места стоянки к месту стоянки. И это каким-то образом повлияет на количество паломников, которые там, ну, идут за иконой, что называется, да. Второе. Все службы будут на улице. Третье призвали, и я так понимаю, что будет сделано обращение к властям, там, соседних регионов, еще каких-то регионов о том, чтобы паломники не приезжали в Киров и уже сказали, что иногородние паломники, которые хотят сюда все-таки приехать, должны будут здесь отбыть двухнедельный карантин, прежде чем отправляться в крестный ход. То есть не каждый себе это может позволить на месяц выпасть там, да, несмотря на нерабочие наши дни непонятные. Вот ваша позиция все-таки какая? Смотрите, есть позиции верующих людей о том, что Великорецкий крестный ход это традиция, которая никогда не нарушалась, ни в годы гонений, там, да, ни в годы Великой Отечественной войны все равно икону старались до Великорецкого доставлять, так или иначе. Вот. А есть позиции людей, которые считают, что все-таки, раз уж отменили у нас все массовые мероприятия, например, на День Победы, да, то и Великорецкий крестный ход в том его виде, который есть, с большим количеством паломников, тоже нужно отменить. Вот не рекомендовать не ходить, как было там, да, сделано, а именно отменить. Полностью сказать, что вот есть группа молодых, здоровых священников, которые с иконой пройдут весь этот путь, там, да, в десятки километров туда и обратно. Все остальные, пожалуйста, сидите дома. Вот, оговорюсь сразу, потому что я правоверный и правоверный, прошу прощения сразу у православных братьев верующих, но я, как верующий человек, не сторонник отмены. Значит, люди сами должны решать. Каждый человек сам должен решать, пойдет он в этот ход или не пойдет. Еще раз, в начале передачи я сказал, как верующий человек. Срок мой определен и от чего умру тоже, значит, определен. поэтому надо к этому относиться как бы совершенно спокойно. То есть, это как бы тема такая немножко грустная сама по себе. Ну, оно грустное, потому что мы в этом мире живем. Но на самом деле все так. То есть, поэтому с этой точки зрения, конечно, тут может подняться, там, хай, вот, человек там отправляет людей в такую опасность, там, готов их, там, и так далее. Каждый сам для себя решает. Ведь ход-то не для священников, чтобы они здоровые священники, там, пошли и... Ну, это вопрос в том, что икону надо доставить на место. Я слышал, я слышал, я не видел. На местообретение. Я не видел, как бы, потому что я не православный, да, но я слышал и читал от очевидцев массу ситуаций, когда происходило явление, значит, причем не физическое явление, а духовное явление тех или иных святынь православным христианам, да. И, ну, понесете вы физически эту икону? Или перед людьми эта икона пойдет, как бы, независимо от физического его, извините, что я говорю о таких эррациональных вещах. Может быть, многие, как бы, сейчас, ну, посмеиваются и так далее, но это их, собственно говоря, дело. Поэтому, как ситуация в этом году, так сказать, будет это решать православным, на самом деле, тем, кто готовился, для кого духовно важно было в этом году пойти на этот ход, и не только в этом году. Есть люди, которые вообще не пропускают как бы ход на них, с года в год, так сказать, ходят. А то, что какие-то меры принимаются там, ну, что служба будет на улице, там, и так далее, и так далее. Вот это вот, вот сама форма, она по большому значению не имеет, да? И почему они говорят, что мы не понесем, как бы, икону, потому что, если пойдет икона, наверное, больше людей пойдут, вот, но я считаю, что те, кто дал себе там какой-то обед и готовился, они пойдут. И в этом случае, я еще раз скажу, я соотношусь к таким поступкам верующих людей, с одобрением. Ну, вот смотрите, все-таки верующий человек принимает на себя, там, да, там, любой человек, ладно, принимает на себя ответственность за собственное здоровье любой взрослый человек. Верующий человек относится к этому более, может быть, спокойный, чем там неверующий, да, он понимает, ну, или думает, что его здоровье, там, да, это не его, не его, как бы, мысли, там, да, мы с вами много о таких вещах говорили, я даже вам из ислама скажу, например, что когда считается, что если Бог послал тебе эту болезнь, ты помучился, то ты очищаешься. Не было бы вопроса, если бы эта история не была такой заразной, извините, то есть ты можешь, ты можешь переболеть. Она заразнее чего? С чем сравнивать? Ну, не знаю. С чем? С гриппом? С гриппом? Вот именно, видите, вы затрудняете же. С чем сравнивать? Ну, она заразнее, чем свиной грипп там, или чем птичий грипп. Один человек заболел, но заразил всех остальных. В этой ситуации рост заболеваемости по Кировской области опять все закрывается. Опять все закрывается на клюшку, все бизнесы на клюшку. Это уже вопросы власти, пусть думают, закрывается или не закрывается, И пусть несут за это ответственность. А это вопрос веры. Я понимаю, когда власть ведет в отношении экономики и предпринимателей себя, как отец тиран, при этом не кормящий своих детей. А уже в духовном вопросе, ну не знаю. Кстати, почему не стали запрещать? Не стали запрещать что? Крестный ход. А кто осмелится? Ну пусть осмелится кто-нибудь. Ну, относительно службы на Пасху-то все-таки Роспотребнадзор издал распоряжение. Там, где надо было, там службы проходили, люди были. И ничего, никто не заболел. Не знаю. Вспышки вдруг какой-то там особенной не появилось. Не знаю, нет статистики, Азин Савельевич. Нет статистики о том, сколько человек... А раз нет статистики, то чего мы с вами сидим, рассуждаем и слушаем этих людей? Понятно. Значит, они могут врать, манипулировать этой статистикой? Это допущение, мы утверждаем. Конечно, допущение. Я как допущение, как личную точку зрения высказываю, допускаю. Значит, они могут этими цифрами манипулировать. Потому что я смотрю, как бы в соцсетях распространяется передача Первого канала, значит, федерального телевидения. Что 19 ноября вспышка, значит, какого-то вируса там в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях наблюдается. Со сложнейшими осложнениями и пневмонией. Что это было в ноябре? И почему сегодня по статистике эти области не в лидерах по коронавирусу? Вы думаете, потому что переболела часть какая-то народа? Это предположение. Понятно. В общем, я поняла вашу позицию. Да, вы считаете, что запрещать декларативный Великорецкий крестный ход смысла нет никакого. Абсолютно. Власти, мало того, не могут это сделать. Не имеют. А каждый участник Великорецкого крестного хода, каждый паломник должен там сам принимать решение. Да, как верующий человек. Идет он или не идет. Да. Пусть он послушится своему сердцу и что ему скажет его вера. Азиз Агаев, в нашей студии остается у нас три минуты. Еще, Азиз Алиевич, хотел у вас спросить про... Давайте о хорошем вообще. Вот вы видели новость о том, что победа возобновляет полеты. На самом деле, вот для меня эта новость, ну, вчера, когда я ее увидела... В Москву, Петербург и Сочи. Отсюда мы летели в Москву, в Питер, города, которые закрыты сегодня. Почему закрыты? Ну, не совсем закрыты. Ну, закрыты. Ездят же народы. Ну, и хорошо, пусть победа открывает в Москву. Ты прилетаешь в Москву. Подождите, еще месяц остается, может, там изменится все. Да, да, может, изменится. Ты прилетаешь в Москву и получаешь дьявольский QR-код, значит, за тобой продолжают следить, где ты находишься, что ты делаешь, зачем ты приехал в Москву. Мы можем сделать прогноз на пассажиропоток. Так вот, 1 июня победа открывается. Если ситуация сохраняется вот сейчас, статус-кво, да, все-таки. Я не думаю, что будет большой пассажиропоток. А в таком случае... Наверное, будут чиновники летать по командировкам, если их будут вызывать. А в таком случае, насколько выгодно это для компании? Все-таки победа летала из Кирова, ну, в Москву, по крайней мере, всегда были полные салоны. Но, видимо, у них есть какая-то инсайдерская информация, что как бы... Все снимут все ограничения? Что с 1 июня все снимут. Ну, победа же это. Вы как-то улыбаетесь так хитро. У вас тоже есть инсайдерская информация. У них государственная, как бы, компания. Они всегда получат деньги из бюджета. Победа дочка аэрофлота, да. В отличие от обычных граждан Российской Федерации, которым практически ничего не достается. Но все-таки давайте вот о тревожном, о том, что нас тревожит. Если не снимут ограничения, если будет незначительный пассажиропоток, насколько вероятно, что победа, я не говорю сейчас про Киров, а в целом будет отказываться от региональных рейсов. Мы можем потерять этого перевозчика? Ну вот Киров, перевозчика бюджетного в Москву, в Петербург. Можем. Насколько это будет нехорошо? Да, все равно восстановят, потому что из Кирова же тоже летают люди, потому что у нас нет другого пути, как через Москву лететь куда-нибудь. Поезд есть? Где? Сколько поездов-то осталось? Может быть, они тоже откроются. Сколько поездов? Я вообще иногда думаю, не это ли была целью государства из-за коронавируса, значит... Всех закрыть? Закрыть всех по своим хатам, домам и областям. Понятно, чтобы все сидели, никто никуда не ездил, и потом не рассказывали в Кирове, как все прекрасно в Москве, и какое там замечательное благоустройство. Азиз Агаев был в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ», заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей. Азиз Альич, большое спасибо. Всем здоровья. До свидания. Завершается. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok